Осень в самом разгаре. Причем в прямом смысле горят костры. Стоит установиться теплой и сухой погоде и весь районный центр начинает покрывать пелена едкого дыма. Многие владельцы частных домов приступают к борьбе с накопившейся сухой листвой, а заодно и с другим мусором, забывая о том, что сжигание растительных остатков наносит вред здоровью окружающих. При сгорании одной тонны растительных веществ в атмосферу выделяется около 9 килограмм микрочастиц дыма, состоящего из пыли, окиси, азота, угарного газа, тяжелых металлов и множества других канцерогенных соединений. Дым костров ухудшает самочувствие людей, способствует обострению различных хронических заболеваний, особенно астмы. Многие жители станицы Северской жалуются, что невозможно открыть окна, чтобы проветрить дома и квартиры перед сном. Не говоря уже о том, что прогулки в вечернее время также приносят мало радости. Достаточно посетить северский стадион «Олимп» вечером, чтобы убедиться в масштабах вреда, которые мы сами себе наносим. Ежедневно десятки людей от мала до велика приходят на стадион укрепить свое здоровье, но вместо этого задыхаются в едком дыму. «Мы сейчас находимся на центральном стадионе нашем и видим картину о том, что стадион полностью в дыму, где находятся дети, спортсмены, которые практически задыхаются от этого дыма. Уважаемые жители Северской, просим вас не сжигать мусор, ветки и листву во избежание штрафов административных. Пользуйтесь, пожалуйста, услугами вывоза ЖКХ». За сжигание костров закону предусмотрен административный штраф. Для физических лиц он составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для юридических – от 5 до 10. Администрация северского сельского поселения сообщает, что рейды по выявлению незаконного разжигания костров будут проводиться регулярно. Глава района Адам Джерим проверил состояние образовательных учреждений муниципалитета. Районный руководитель посетил детский сад номер 42 станицы Северской. В учреждении завершился ремонт кровли. Это стало возможно благодаря участию в государственной программе Краснодарского края о развитии образования и районному финансированию. Сумма ремонта – более 4 миллионов рублей. Учреждение работает в штатном режиме, комфортные условия уже успели оценить дети и их родители. Мы очень рады, что в детском саду наконец-то замернили старую крышу на новую. Теперь она не течет. Мы спокойны за наших детей. Дождь, снег, в группах сухо, тепло. Еще хотелось отметить тот момент, что теперь в детском саду есть тамбуры, в которых можно поставить коляски, самокаты, велосипеды. И спокойно теперь родители, что они не будут мокнуть под дождем. Благодаря вот этому тамбуру, ну теперь все сухо, и как бы наши дети в благоприятных условиях детского сада. Спасибо Северскому району. В рамках объезда глава района посетил детский сад номер два поселка Ильского. Здесь завершилась реконструкция теневого навеса. Работы проводились в рамках государственной программы Краснодарского края о развитии образования. Также были привлечены средства местного бюджета в размере 400 тысяч рублей. В этом году серьезные обновления произошли и в детском саду номер пять Станицыного-Дмитриевской. Благодаря краевой поддержке и помощи местного бюджета в учреждении произвели замену кровли одного из зданий. Благоустроили территорию, построили теневой навес. На все это потратили 4,5 миллиона рублей. Губернатор, президент нас призывает к тому, чтобы строить школы, строить детские сады и все делать для детей. Чтобы у нас новое поколение рождалось в новых комфортных условиях, по-другому не скажешь. Поэтому спасибо строителям, спасибо вам, всем спасибо, кто принимал участие. Теперь воспитанников садика радуют новые тротуарные дорожки, спортивные, игровые площадки, газонная трава. Выражаем огромную благодарность со стороны родителей, нашему губернатору за создание таких прекрасных условий для наших детей. У нас появились новые дорожки, газон, спортивные площадки. Спасибо вам большое для создания таких комфортных и безопасных условий, когда детки наши могут радоваться, расти и развиваться. Также выражаем огромную благодарность Адаму Шахмедовичу в создании комфортных условий также и в создании теневика для детей. Большое вам спасибо, дети очень рады и мы тоже. Нам сделали новую спортивную площадку для наших деток. Мы теперь надеемся, что на этой площадке для наших деток будут проводить много разных спортивных игр, может быть какие-то даже состязания. Детки очень подвижные, активные, они любят заниматься спортом. И теперь, думаю, будет только в радость заниматься на этой площадке. Возле теневиков сделали площадки, из плитки выложили. Раньше этого не было, и теперь, допустим, даже если пройдет дождик небольшой, детки смогут выйти и погулять на этой площадке, не беспокоясь о том, что они замараются. По сравнению, что было до ремонта и после, конечно, очень большая разница. Дети все очень счастливы, бегут в садик, так что дома им уже не нужно сидеть. Все сюда, все счастливы. Так что мы очень рады этим изменениям в садике. Всем огромная благодарность. И нашим также воспитателям, которые также здесь каждый день, хоть и каникулы у наших деток были, принимали участие в этом ремонте. И нас поддерживали, и деток. Ну, все скучали, конечно, всем огромное спасибо. Последним пунктом рабочей поездки стала школа номер 49 Станицы Смоленской. 24 сентября в учреждении открылся Центр гуманитарных и цифровых направлений «Точка роста». Центр помогает школьникам освоить новые знания, в том числе и во внеурочное время. Учителя прошли специальное обучение и теперь смогут поделиться новыми знаниями. На средства более полутора миллиона рублей закуплено оборудование для уроков информатики и проектной деятельности. В рамках Центра дети продемонстрировали гостям умение оказывать первую медицинскую помощь, свои первые успехи в робототехнике и управлении дроном. Глава пообщался с учениками и узнал о планах на будущее. 24 октября в Станице Северской состоялась стратегическая сессия. В рамках реализации проекта «Содействие занятости женщин. Доступность дошкольного образования для детей». В рабочем совещании приняли участие представители районной администрации, специалисты Центра занятости, работодатели, а также женщины с детьми до трех лет. Молодым мамам порой непросто адаптироваться при выходе на работу. Поэтому проект призван повысить профессиональное мастерство, помочь молодым женщинам занять уверенные позиции на рынке труда. В соответствии с этим проектом демография ежегодно не менее 1390 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. И более 1350 женщин будут проходить обучение, если они такое желание изъявят, за счет государственных средств. У нас образовательные учреждения готовы учить людей на достаточно скромные средства. И этих денег, поверьте, хватит, чтобы вот это количество женщин запланированное, а я думаю, что если будут еще и конкурсные процедуры, то суммы будут уменьшаться, можно даже будет больше обучить женщин, чем те цифры, которые запланировал для себя Краснодарский край. Служба занятости помогает повысить женщинам уровень своей подготовки. При желании можно получить новую профессию. Сегодня 46 молодых мам вышли на работу. Каждому соискателю индивидуальный подход с учетом интересов женщины и пожеланий работодателя. Северский район захватили инопланетяне. Таким вопросом задались многие жители станицы Северской, Ильского и Афибского поселения. В социальных сетях люди активно обсуждали необычное явление, которое случилось в ночь на 24 октября. На кадрах отчетливо видны чередующиеся световые вспышки. Некоторые пользователи даже выдвигали версию, что это дроны, которые берут пробы воздуха над местными НПЗ. Версию с НЛО опровергли в научно-исследовательском объединении «Космопоиск». Уфологи говорят, что это вовсе не жители далеких галактик, а учебные снаряды военных. На видео зафиксированы светящиеся авиационные бомбы САП-250. Их часто путают с воздушными кораблями пришельцев. В актовом зале районной администрации прошла 55-я сессия совета. На встрече депутаты обсудили передачу части полномочий по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов органам местного самоуправления Черноморского городского поселения, бюджет муниципалитета на 2019 год и ряд других вопросов, таких как списание аварийного и устаревшего имущества в рамках обновления материально-технической базы в образовательных учреждениях и перевод имущественных комплексов учреждения культуры из муниципальной собственности в собственность Краснодарского края на безвозмездной основе. После рассмотрения всех имеющихся вопросов и проведения по каждому из них голосования, 55-ю сессию совета объявили закрытой. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» был выдвинут буквально в первую неделю войны. Чтобы достигнуть этой цели, действительно не жалели ничего. В военных действиях принимали участие даже собаки. Их служба не афишировалась, но за время Великой Отечественной войны в ряды советской армии было призвано 68 тысяч этих животных. Широко известны собаки-связисты, санитары, саперы, ездовые собаки. Но была и отдельная категория – собаки-истребители танков. Их подготовкой советские кинологи начали заниматься ещё с середины 30-х годов. Специальные питомники открыли в Ульяновске и Саратове. Там собак готовили для одного-единственного боя. Тактика действий была проста. Пёс тащил на себе взрывчатку и проникал под днище танка. Затем активировался взрыватель, и машина поражалась в самое уязвимое место. Таким способом было уничтожено 300 немецких танков. Выжить удалось только одной собаке, и то по счастливой случайности. Фронтовики утверждали, немцы боятся таких собак больше, чем противотанковых пушек. Так в битве под Сталинградом успешно действовал 28-й отдельный отряд служебных собак. Они уничтожили 42 танка и несколько бронемашин. Правда, не у всех четвероногих солдат судьба складывалась так трагично. Шотландская овчарка из Ленинграда по кличке Дик дожил до конца войны. Знаменитый пёс-миноискатель был неоднократно ранен, но даже после этого уже в мирное время участвовал в соревнованиях и выставках. В его личном формуляре записано «Призван на службу из Ленинграда и обучен мино-розыскному делу». Отказались от таких методов ведения боевых действий только после 1943 года. Огневая мощь армии возросла, и животных использовать перестали. Участвовали собаки и в параде Победы 24 июля 1945 года. А под Волгоградом есть особый памятник, посвященный собакам-подрывникам. На ферме в Ростовской области прямо под открытым небом рождаются картины. Их главные герои – донские лошади или дончаки. Несколько российских художников приехали сюда пожить в окружении скакунов и расписать стены местных строений. Открыли ферму три года назад Надежда Скрипкина и ее муж. Супруги хотят спасти исчезающую русскую породу, не менее знаменитую, чем орловский рысак. Если на улицах города остановить людей и спросить, кто такой дончак, мало очень будет правильных ответов. Возможно, кто-то скажет, кто-то с Дона. Очень редко люди даже в Ростове-на-Дону смогут правильно ответить на этот вопрос. И мы решили, что нашей целью будет познакомить жителей Ростовской области с этой породой, рассказать и показать, насколько она прекрасна и многогранна. Художники откликнулись на призыв Надежды в социальных сетях. Работаю на таком формате впервые, но от этого еще более интересно, потому что здесь рядом живые модели, они вдохновляют, направляют на путь. Донская порода была выведена в 18-19 веках на территории нынешней Ростовской области. Теперь в России осталось не более 200 донских лошадей. Сейчас человек не выпускает из рук телефон, а тогда казаки не выпускали из рук лошадей. Они с этими лошадями жили вместе, они ходили в походы, они на них пахали, они с ними купались. То есть лошадь – это было для человека все. А потом появился век машин, и лошадь стала не нужна. В конюшнях живут уже 15 дончаков. Владельцы планируют расширять хозяйство и превратить ферму в туристическую достопримечательность, где люди смогут кататься верхом и больше узнавать о редких лошадях. Дончаки известны своей выносливостью, крепким здоровьем, неприхотливостью и статной красотой. А я буду главным машинистом поезда. Пап, ну какой машинист? Мы же дочке матери играем. Вот родится у тебя братик, и будет папа в паровозике с ним играть. До конца 2021 года родите или усыновите второго малыша и приходите за материнским капиталом. Мы уже определились. А вы? Пенсионный фонд России Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. МЧС России предупреждает. Не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России МЧС России